Наш Соми Неханов просто так отшил, типа, а не надо было башнефть продавать, да? Ну, купит там по-большому еще тут от нефти башнефть или не купит? Критической разницы нет. Вопрос сейчас не только в Москве, вопрос еще и в Анкаре. Это очень интересно. Из мира бизнеса свежая новость. Как было слышно, что, мол, от нефти хочет купить башнефть. Какое ваше мнение по этому поводу? Аль-Хамду лилля, что все еще на слуху такие аббревиатуры, как ТАТ, БАШ. Потому что на самом деле я так сильно подозреваю, что все шло к тому, что скоро не останется ни ТАТ, ни БАШ. А будет сплошной РУС и РУС, да? Ну, аль-Хамду лилля, движение какое-то есть и в нужном направлении, с моей точки зрения. Хотя я сразу скажу, я не очень такой крупный специалист по бизнесу. Моя, значит, деятельность, она больше направлена на такие политические моменты, да, и более глобальные движения. Но здесь это действительно интересная тема, потому что Татнефть – это все-таки Татарстан, да? Татарстан – это исключительно знаковый регион в Российской Федерации. Если вы вспомните, то в свое время, перед началом Первой Чеченской войны, Джохар Дудаев не хотел отделяться от Российской Федерации. Единственное требование, которое он выставлял, это получить такие же права для Чеченской Республики, как Татарстан. То есть все желание Джохара Дудаева было получить статус Татарстана, отдельно взятого региона, для другого отдельно взятого региона. Значит, и ему не дали этого сделать, развязали там жестокую войну, значит, про которую можно долго и трудно разговаривать. Но сам факт, что Татарстан – это действительно такой очень знаковый и специфичный регион в России, да? И то, что сейчас Татнефть заявилась на торги по башнефти, это очень интересно. Потому что, ну, во-первых, это формально, по сути, это госкорпорация. А президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он объявил, что госкорпорации не будут участвовать в приватизации башнефти. При этом Роснефть подает заявку, при этом Татнефть подает заявку. Это очень интересно, да? Это говорит о том, о той же самой, о том, что мы и говорили, о мозаичности российского политического пространства. Президент говорит одно, а госкорпорации делают другое. Это достаточно специфично, да? Вот второе. Ну, хотя, если уж честно, да, там, у Татнефти у него формально, и можно сказать, что она не госкорпорация, потому что управляется через там какие-то прокладки, да, через какие-то фонды и так далее. Вот, но все понимают, что это госкорпорация, да, и она принимает участие. Там то ли 9, то ли 10 компаний подали заявки на приватизацию башнефти, и Татнефть одна из них. Ну, и это была одна, все это ерунда, там, казалось бы, ну, подали-подали, да, ну, хотят ребята там денег заработать, что такого там, флаг в руки. Вот, а интересна была реакция башкирского президента, вернее, главы республики Башкорстан, да, сейчас же президентов уже нет, за исключением, опять-таки, президента Татарстана. Вот, то есть вот так вот, президент Российской Федерации, президент Татарстана, и там пошли главы, там, республик, округов и тому подобное территориальное отделение. Вот, значит, что было интересно, там, все, наверное, видели, кто в теме, этот ролик, где, значит, Альшат Теляшев, эмиссар Башкирии, выступает на каком-то там совете директоров, какого-то там Татнефть комплекса, где присутствует Рустам Миниханов, президент Татарстана, Татнефтехим, да, понятно. Ну, не суть, не суть. Значит, и там Теляшев, значит, какие-то совершенно, ну, с моей точки зрения, жуткие вещи говорит, что вот, значит, в башкирском правительстве ваша там заявка вызвала какую-то там бурную реакцию, и что все там сполошились, все что-то бегали, и глава республики Башкортостан пытался дозвониться до вас, и не смог дозвониться. Да вот что это такое, на что Миниханов, значит, ну, просто, ну, даже не знаю, какое слово подобрать, просто так отшил, а типа, а не надо было башнефт продавать, да, или там отпускать, да, и все, и на этом все кончилось. Это о чем говорит? Это говорит о том, что там давнее противостояние Башкортостана и Татарстана как такового, как двух примерно равнозначных субъектов, значит, оно, в принципе, закончилось. Все, нету его, да, то есть Татарстан реально отделился от этой тусовки, от этого, значит, межреспубликанского, там, не знаю, болота, да, от этого, значит, состояния конкуренции между, там, одним большим начальником и другим большим начальником, да, все, кончилось. То есть есть все, а есть отдельно Татарстан. И этому есть свои обоснования. Это не просто так. Значит, уйдем от бизнеса. Ну, купит там по большому счету Татнефть, башнефть, или не купит, ну, критической разницы нет. Кроме одного, это будет серьезная политическая заявка татар, ну, татарстанцев, назовем так, да, Татарстана на гегемонию в регионе. А регион какой? Регион-то ведь интересный. Фактически Татарстан и Башкортостан, это такой вот тюркско-мусульманский анклав в центре России. И Татарстан не только, скажем, идеологически, да, как в свое время эти вот, значит, ну, не буду ругаться, да, ну, в общем, не очень хорошие люди, значит, татарские националисты там кричали там на каких-то съездах, что там все татары смотрят на Казань, да, и так далее, и так далее. То есть, да, формально, значит, Казань является некой столицей там татарских националистов, да. Значит, и теперь они становятся еще и финансовой столицей не только отдельно взятого Татарстана, но и вот этого вот татаро-башкирского региона, да. А надо понимать, что это, значит, карта, она не ограничена географическими границами, скажем, Татарстана и Башкортостана, да. Это огромное количество районов Челябинской области, где живут в подавляющем большинстве своем башкиры, да. Это огромное количество, значит, каких-то поселков, деревень, сел, там, чуть ли не городов, там, в Нижегородской там области и так далее, и так далее. То есть, татарская диаспора, Оренбургская область, да, практически полностью, да, татарская диаспора, она там сильна везде. И вот после того, как, если вдруг, значит, появится вот такой монстр, объединенный Татнефть, плюс Башнефть, плюс еще у Башнефти, ведь у него достаточно большие подразделения, там, где-то на северах, там, они ведут разработку месторождений, значит, достаточно крупных, да, это серьезная, прибыльная компания. Одна из немногих прибыльных компаний до сих пор там в России, да. И поэтому, там, что-то в 3 миллиарда долларов, что ли, ее оценили, то есть, достаточно серьезная сумма, вот, не будем, так сказать, лукавить, да, это не те поры, когда покупали БП, ТНК-БП, там, что-то за 50, что ли, миллиардов долларов, сейчас вся Роснефть стоит меньше 50 миллиардов долларов, смешно. Ну, здесь, ладно, 3 миллиарда – это реальная стоимость, это серьезные деньги, да, если появится вот такой монстр, то, конечно, Татарстан начнет претендовать уже не только на политическую, не только на идеологическую, но и на финансовую гегемонию в регионе, да. Это будет круто, реально, особенно с учетом того, что происходит сейчас на международной арене, а что происходит, а происходит резкое сближение России и Турции. Ну, кто о чем, а лысые расчески, да, то есть, сейчас все темы, я тоже, как и любой, наверное, нормальный человек, буду сводить к Турции, потому что без Турции сейчас никуда. Это действительно так. Что такое Татарстан? Татарстан – это, фактически, некий представитель турков в Российской Федерации, независимый представитель турков. Если вы вспомните, то когда произошел самый такой основной конфликт между Россией и Турцией, когда очень жестко выступил президент России на эту тему, да, там, помидорами не отделаетесь и так далее, вот, а в этот момент выступает президент Татарстана Мениханов и говорит, на самом деле мы имеем там с ними какие-то очень серьезные связи с турками, и очень жаль, что все так получилось, но связи мы рвать не намерены, да. Да, ну, это, как бы, мягко говоря, вразрез шло, да, с заявлениями, там, Кремля. Но, однако, как выяснилось, что, значит, Мениханов в данном случае не прогадал, и общий тренд он держал правильно, да, то есть, все вот эти вот какие-то мелкие, там, внутренние разборки закончились, и снова Россия и Турция, там, значит, идут в едином строю, да, и это будет, вроде как бы, и дальше продолжаться. Вот, вообще, это интересная тема, ее можно долго развивать, я просто вот напомню один момент, да, значит, в свое время, когда планировался завоз, не знаю, как назову это, израильтян, давайте назовем так, израильтян в Хазарские земли, да, то планировалось заход, как вариант, заход Татарии в Башкирию, как раз, да. Значит, я прекрасно помню, как это все воспринималось в Башкирии, да, все было ровно, все молчали, никто ни о чем не говорил, на каждом столбе висела минора, да, и все либо просто тупо не понимали, либо все соглашались. Ну да, да, нормально же, нормально, пойдет, пойдет. Ну, естественно, я не говорю о каких-то там обычных людях, которые заняты, значит, добыванием хлеба насущного, да, и каким-то развлечениями, они об этом просто не задумывались, потому что по телевизору не сказали. Но те, кто знал, те, получается, совсем согласились, просто-напросто, да, по большому счету тогда отмазали башкир, татары от этого дела, потому что вспомните, что тогда творилось, вот ровно в те поры в Татарстане, значит, последовательно роняют самолет, где там происходит ужасная трагедия, погибают дети, да, погибает сын президента Татарстана, значит, начинаются какие-то удивительные террористические движения, выступает какой-то там, я уж не помню, как он у нас там себя озвучил, там, татарский джимат, казанский, там, чистопольский джимат, да, какие-то люди в масках выступают и говорят, что мы будем вести джихад туда-сюда, там, какие-то такие дела. Значит, проводится террористическая атака на Нижнекамский нефтехимический комплекс, да, причем невооруженным глазом видно, что это полная пародия на палестинские ракеты Кассам, то есть из каких-то там чуть ли не водопроводных труб сделали какие-то там, значит, подобия ракеты, запустили их, да, то есть понятно, что там ничего не взорвалось, но кому это надо, вот, но сам факт, сам факт, да, что очень-очень четко, явно и конкретно показали, что, ребята, здесь вам будет еще хлеще, чем в Палестине, и во многом именно это остановило, значит, великое переселение народа в Татарстан, вот, то есть, грубо говоря, татары, татарская элита, ну, может, я не совсем правильно выражаюсь, татарская не как народы, да, а татарская, как вот именно там, татарстанская, да, назовем это так, там, казанский Кремль, казанский Кремль показал, что может держать удар, несмотря даже на личные потери, и это реально очень круто, это здорово, это показатели, это, и вот, что называется, да, как вот в определенных кругах, там, респект и уважуха, это увидели все, и это дало, опять-таки, определенный шанс Татарстану играть какую-то там полусамостоятельную игру на мировой арене, ну, мировой с маленькой буквы, да, в данном случае здесь, да, и поэтому Татарстан, как некий эмиссар Турции, здесь он силен, он хорош, а еще один уже очень был важный момент, такой, вишенка на торт, когда вот это была война, значит, ну, война с маленькой буквы, да, значит, за недопущение, там, переселенцев, значит, это было назначение татарского муфтия, когда взяли и назначили практикующего турецкого суфи, я не говорю о Камиле Хазрате, там, я его лично не знаю, какие у него там достоинства, наверное, очень достойный человек, вот, и, там, хороший, значит, муфтий, и так далее, но и смысл был не в его личных качествах, а в его анкете, что это практикующий турецкий суфи, которому дали разрешение, там, официально, там, на Дарлад, территорию России, и так далее, если вы вспомните, на тот момент именно Турция была главной антиизраильской силой в регионе, на Ближнем Востоке, тогда были какие-то постоянные конфликты у турков и израильтян, и тут татары демонстративно назначают про турецкого человека, ну, условно, про турецкого, да, муфтиям, там, Татарстана, и тут начинаются какие-то там, вернее, продолжаются какие-то там взрывы, мусульманский терроризм, и так далее, и тому подобное, то есть, ну, на тот момент это была такая схема, они отмазались, что сейчас, а сейчас, вот, вся эта, там, возня вокруг Татнефти, Башнефти, там, и так далее, это просто продолжение вот этого тренда, то есть, татары стараются все равно быть там какими-то самостоятельными, а почему у них это получается? Ну, просто потому, что они не сложили все яйца в одну корзину, потому что у них очень хорошие отношения с Кремлем, с Москвой, такие вот уважительные отношения, заложенные еще Шаймиевым, да, вот, и у них такие же серьезные, уважительные отношения с Анкарой. Агентура Кремле и агентура Компорта? Ну, это слишком сильно сказано, да, ну, я, ну, может быть, так сказать, агентура влияния, да, не шпионы там в чистом виде, а связи, связи, блат, да, там, нормальные пацаны все сидят где надо, и, значит, делают свои дела. То есть, и, грубо говоря, то есть, значит, отмазывают одни от других, то есть, они не сидят под одним, да, то есть, они всегда могут иметь какую-то свободу маневра и немножко лавируют, да. Ну, это на самом деле здорово, это там красавцы, они сумели это сделать, молодцы, значит, и тоже, кстати, показатель то, что Шаймиев, уходя, все-таки смог оставить там преемника. Это же тоже показатель, да, никто-то больше не смог. Ну, кто-никто, то есть, значит, мы не рассматриваем Рамзана, да, Рамзан — это там отдельная тема. И то ведь Рамзан пришел на совершенно других условиях, да, то есть, его там отца, руководителя Чеченской республики, там, Ахмада Кадырова, убили. Это в тот момент все могло просто вот так вот полыхнуть. И понятно, что кроме Рамзана там, ну, реально не было никакой фигуры. А здесь вместо, значит, Мениханова вполне себе могли, там, кучу варягов притащить, да, никаких проблем. Не смогли же. А почему не смогли? Потому что смог Шаймиев. Да. И это, значит, продолжается. Вот вся эта тема, она продолжается сейчас. Поэтому очень интересно, на самом деле, сможет ли Татнефть купить Башнефть. Не потому, что кто-то на этом заработает денег, а потому что тогда действительно появится некий экономический монстр на этих территориях. Причем, скажем, тот же Эльшат Теляшев, он заговорил там о создании некого там общего экономического кластера, да, о каком-то там совместном производстве, я уж не знаю, там, не специалистских, катализаторов каких-то там, еще чего-то там. Неважно, на самом деле, к чему привязывать. Главное, что вот эта идея вот этого монстра экономического, да, на этих территориях, она бродит в мозгах. И все понимают, что это будет очень круто. И, значит, за этим стоят определенные силы, за этой идеей. Тут же Теляшев, он же ведь не просто там директор какого-то там института, да, вот, и там доктор наук и так далее, да. Он ведь и фактически советник главы республики Башхартастан, там, да, советник Амитова. Значит, не зря же он сказал, я как раз был там в кабинете, когда глава звонил вам, да. То есть и он не просто озвучивает мнение какого-то частного лица. Это показатель и очень серьезный. Ну вот, собственно. Если Москва понимает, что некий монстр может возникнуть на этой территории, не воспримет ли он этого монстра как конкурента? Она, безусловно, воспринимает его как конкурента. Но вопрос сейчас не только в Москве. Вопрос еще и в Анкаре. То есть не было бы сейчас, значит, вот этой вот поддержки со стороны Анкары, то, я думаю, вообще бы вопрос не поднимался бы о том, чтобы там покупать какую-то башнефту. Какая башнеф там своих проблем хватает, да. А вот именно сейчас, когда Эрдоган там на днях приезжает буквально завтра, что ли, там, послезавтра, не знаю, да. А ведь не забудьте, перед тем, как Эрдоган приезжает в Москве, проходит там встреча, значит, президента России с представителями Азербайджана и Ирана, потом приезжает Эрдоган, а потом приезжает Серж-Сарксян, да. То есть фактически вот буквально там несколько судьбоносных решений по этому всему региону будет принято там в ближайшее время. Поэтому, кстати, я и говорил, что вот что-то произойдет, но все очень похоже, да. Вот и вполне возможно, что, значит, Эрдогану это будет там подано, как некая такая, значит, пироженка, да, к чаю там. А вот мы и разрешили там от нефти купить башнефт. Вполне возможно. Понятно, что без этого никто никогда ничего не купит. Потому что какой-то, ну что, мы же не говорим о каких-то там рыночных отношениях, это слишком серьезная тема, чтобы пустить просто на откуп там, кто больше забашляет. Это же смешно. Вот тогда придут китайцы и купят все просто. Кто бы их пустил пока что сюда, их пускают на Дальний Восток, там ограничили территорию Байкалом. И вот мы увидим, что если действительно татнефть купит башнефт, то это будет такой подарок туркам, да, показатель доброй воли. Наверное, да. Потому что все-таки татнефть это при всех недостатках татарстанской власти, которые, в общем-то, видны невооруженным глазом, это все равно власть такая региональная. Это такие хозяева. Они все равно там с издержками, с определенными там, с какими-то там сложностями, там, с коррупцией, воровством, но они стараются держать все внутри, да, и поддерживать своих. Да, и если пришлют какого-нибудь варяга, то, естественно, просто нам включится насос, и там все начнет откачиваться. Туда ничего не оставаясь здесь, там, в регионе. Да, мы это все, скажем, видим на примерах, там, на огромных, не знаю, магнитогорский металлургический комбинат. Как только не ругали там бывшего директора и собственника, да, какой он такой-сякой, там, Рашников такой, Рашников плохой. Однако, ну да, ну, ушел он, и что? И где теперь Магнитогорск? Да, в большой черной яме. То же самое с любой другой, там, регионообразующей компанией, или там, даже градообразующей компанией. Приходят варяги, они выкачивают все. Значит, поэтому, да, ну, придет Роснефть, или Руснефть, там, или Лукоил, там, да, без разницы, это варяги. Это варяги. Поэтому, скажем, я думаю, что вот так сильно держится, там, глава Башкирии Хамитов за эти, там, акции Башнефти, да. Я не думаю, что, там, сейчас люди начинают, там, да, он какой-то личный интерес имеет. Нет, нет, не думаю. Значит, думаю, что он просто хочет хоть что-то оставить за республикой. Ну, потому что, если в республике что-то есть, то и его аппаратный вес тоже ведь повышается. То есть, ну, кто такой, там, был, я не знаю, там, Никита Белых, там, ныне арестованный, да. Там, никакой губернатор, никакой области. Там же ничего не было у него, кто он такой? Да никто, там, мелкий чиновник, да. Кто такой Хамитов на сегодняшний день? Это глава серьезного региона. И его аппаратный вес, он достаточно высок. Если у него выбьют последний из-под него, да, то, конечно, его, там, рейтинг упадет. Он этого тоже не хочет, он все-таки, там, грамотный чиновник. Ну, а то, что, значит, с татарами у них какие-то, там, значит, такие возникли, там, бурные реакции, как выразился Теляшева, да. Значит, ну, я думаю, что все-таки он ждал, что с ним, наверное, как-то согласуют, что они будут действовать вместе. А, значит, те товарищи показали, типа, а зачем, мы сами по себе, а захотим и купим, да. И никто нам для этого не нужен, кроме, там, значит, Кремля и Анкары, да. Ну, примерно так, видимо, это и выглядело, поэтому и вызвало такую бурную реакцию. Ну, хотя, естественно, я там свечку не держал, там и западул, не заглядывал, не знаю деталей, но выглядит это именно так. Субтитры сделал DimaTorzok